Всем привет! Привет, Яна, та, которая живёт на Гриве. Ты ещё писала в комментариях по поводу конкурса. Вот я подумал, ну окей, давай сделаю тогда я конкурс на своём канале. Это всё правда, я тебе зуб даю, бля буду. Выведи на чистую воду, как обряд буду. Решил это вставить в самом начале, альбом Горгред написал рэпер Оксимирон. Ну, чтобы понятно, о чём речь шла вообще-то. Прежде чем я начну говорить про конкурс, я хочу рассказать, ну изначально, что я хочу в этом году сделать. В общем, в этом году я хочу сделать свой музыкальный клип, или проще говоря, свой мини-фильм из альбома Горгред. И выбрать одну песню, на которую сделать хочу свою такую мини-историю этого города. Вот что я хочу, в общем, сделать. Я не знаю, как это ещё правильно сказать, но, надеюсь, мою мысль вы поняли. Ещё хотел сказать, что песню я уже давным-давно выбрал, на которую я хочу снять, ну как бы сказать, свой этот музыкальный клип. Дальше, слушайте, что я скажу дальше, в общем. Данное предложение, которое я уже говорю, наверное, пятый или шестой раз, потому что я не люблю эти конкурсы устраивать, потому что это возня постоянно. Ну ладно, давайте перейдём уже ближе к делу. В общем, этот конкурс я хочу сделать среди долгопилчан. Вот. Я знаю, что меня смотрят люди, которые живут в других городах, но мне проще этот конкурс сделать среди долгопилчан. В общем, по названию вы догадались, что конкурс называется Альбом Горгред. И тогда давайте уже перейдём к условию конкурса. В общем, первое условие. Участвует в долгопилчании. Возраст без ограничения. В общем. Лучше мне писать ВКонтакте. Что нужно писать? Вам нужно выбрать одну песню из альбома Горгред и прислать мне в личное сообщение. Ещё раз повторяю. Вам нужно выбрать только одну песню из альбома Горгред, скопировать и прислать мне в личное сообщение. То есть, скопировать ту песню с альбома Горгред, которую вы считаете, что именно по этой песне я хочу снять свой музыкальный клип. Ну, желательно ВКонтакте написать. В Фейсбуке можете написать, но лучше ВКонтакте, потому что там проще смотреть на хронологовремя. Ну, в какое время вы мне прислали просто сообщение. Вот. И данный конкурс я хочу продлить, ну как, чтобы он длился до 6 января. То есть, это будет пятница. Если победителя не объявите, то есть, вы не угадаете песню из альбома Горгред, Горгред, я заплётываюсь, ну ладно, то я, конечно, буду каждый раз этот конкурс продлевать на один день дольше. Вот. И давайте тогда перейдём к вкусному моду. Я не буду уже вырезать это. В общем, за первое место я разыгрываю вот эту вот металлическую корзину Star Wars. В общем, да, это за первое место я разыгрываю. За второе место я решил, что, ну вдруг, найдётся какой-то пользователь, то есть, их несколько, и они угадают одну и ту же песню, вот, то я решил, что... За второе место я решил разыграть вот этот вот M16. Вот. И решил, что третье место тоже будет, если вдруг, то я разыгрываю вот этот вот MP3-проигрыватель. Вот. Не везешь детектор лжи, это всё правда, я тебе суп даю, пря буду, выведи на чистую воду. Ладно, давайте поговорим теперь про альбом Горгред, да? Кто следит за творчеством Оксимирона, кто слушал альбом Горгред, знает, что в альбоме 11 песен. И давайте перейдём по названию. Первая песня называется «Не сначала». Вторая песня называется «Кем ты стал». Третья песня называется «Всего лишь писатель». Четвёртая песня называется «Девочка-пиздец». Пятая песня называется «Переплетено». Шестая песня называется «Колыбельная». Седьмая песня называется «Полигон». Восьмая песня называется «Накануне». Девятая песня называется «Слово». Девятая песня называется «Башня и слоновые кости». И последняя песня называется «Одиннадцатая песня» по списку «Где нас нет». Конкурс «Альбом Горгред». Я думаю, что всё понятно я вам разъяснил, объяснил, в общем. Поэтому начинайте принимать участие в этом конкурсе. Я надеюсь, что кто-то из вас победит в этом конкурсе и выиграет вот этот вот такой вот ценный приз за первое место. Ну и, конечно, если вдруг найдётся второй и третий победитель, конечно, вы уже видели, какие вас ждут призы. Всё, начинайте участвовать в этом конкурсе. Половина, в ней вранья, половина, но ты никогда не узнаешь, какая именно.